Девушки отдыхают И не играйте на каких-то инфицированных гитарах с инфицированными медиаторами Кто помнит, из какого это видоса, тоже сразу респект Ну и накиньте лайков для начала И давайте приступать Касательно строения аккордов Что такое вообще аккорд? То есть в плане музыки, скажем так, минимальная ячейка это просто одна нота Это, как не знаю, какая-то молекула, даже может какой-то атом, частицы и так далее Дальше у нас есть интервалы На тему интервалов есть отдельный видос на канале, так и называется Интервалы на грифе гитары, их нужно выучить обязательно Их не так много, 12 штук, поэтому это можно посидеть и выучить за 20 минут Естественно, по словам выучить, я имею в виду не просто знать название Что есть там малая секста, малая септима, квинта, кварта и так далее А чтобы у вас было хотя бы примерно понимание о звучании То есть, допустим, что малая секста, она такая вся Боль страдания, драматичная И так далее Допустим, тритон Злющие едки и так далее Все вот эти вот там Фредди Крюгер и так далее Это все тритонычи Плюс к этому аппликатура должна быть обязательно усажена в пальцы прямо на все 100 То есть, допустим Как вот есть, не знаю, рефлекция Человек идет по улице, какой-нибудь кирпич летит Он там пригибается, пытается голову прикрыть То же самое Допустим, вам говорят мало терца У вас раз Должны пальцы уже все, мало терца вот прям впечатывать Кто-нибудь говорит Давай, пожалуйста, малую септиму Все То есть, пальцы должны уже после рефлектора на эти интервалы помнить То есть, естественно, надо помнить, что есть исключение То есть, старая тряда струна, что на вторая струна уезжает направо на один лад То есть, допустим, квинт у нас будет не такая, а будет расползаться, вот Выглядеть как мало секста Но, тем не менее, вот эти вот хотя бы на простых струнах, где ничего не нарушается Помнить надо прекрасно Большая терца, раз Все, пальцы уже как бы вскочили и эту большую терцию помнят Причем и в классической позиции, и в блюзовой То есть, в блюзовой, как правило, будет большой палец закрывать То есть, здесь ситуация, когда нужно фигарить по всем струнам, чтобы звучало только нужно И опять же, будет делаться так Следующая ступень развития, это как раз уже аккорд То есть, в принципе, аккорды, конечно, сейчас бывают разные То есть, есть там понятие пауэр-аккорд и так далее То есть, когда у нас, получается, сочетается, допустим, квинта плюс октава Но мы сейчас поговорим про такие вот традиционные аккорды, которые строятся по терциям Потому что, в принципе, вообще, как бы определение такого вот аккорда по классике Это трезвучие, которое строится по терциям Что это значит? Берем тот же самый соль-мажор, да, который мы-то разбирали в прошлом видосе И играем еще раз от первой ступени То есть, у нас в гамме получается семь ступеней От каждой из них можно построить свое трезвучие Поскольку у нас существует большая терция и малая Значит, всего можно получить четыре комбинации То есть, можно сыграть, допустим, большая терция плюс малая Большая плюс большая Малая плюс малая Малая плюс большая Все, получается четыре трезвучия Они называются Мажорное трезвучие Это когда у нас большая плюс малая терция Минорное – это малая плюс большая Увеличенное – это две больших терции И уменьшенное – две малых терции Ну и раз наше сегодняшнее видео посвящено музыке То хотел бы напомнить, что буквально на днях у нас вышел новый альбом с таким говорящим названием «Я не боюсь». Альбом доступен на всех основных музыкальных площадках, то есть iTunes, Яндекс.Музыка и так далее, и так далее. Поэтому те, кто любит мощный роковый женский вокал, и чистый, и расщеп, забористую гитарную рубку, что все это пало в гвоздях, в высекании и так далее, и так далее. Ну и, конечно же, богатые аранжировки с синтами и обязательно хитовые припевы. Если это не все любите, то, пожалуйста, заходите и проникайтесь. Вот, пожалуйста, Яндекс.Музыка, популярные слушатели. В общем, присоединяйтесь. Всем спасибо. Теперь давайте посмотрим, что у нас в этой гамме образуется. То есть, в принципе, чтобы было понятней, можете рассматривать гамму, учитывая современные всякие реалии, компы и так далее. Когда, допустим, откроем какую-нибудь программу, есть вкладки, да, там файл. Раз там вываливается, открыть, сохранить там и так далее. Потом какой-нибудь, не знаю, там edit. И там тоже свои какие-то штуки вываливаются. То же самое здесь. То есть мы берем ноту соль, от нее вываливается определенный аккорд. То есть можно всякие настройки строить, но хотя бы базовое трезвучие получается. Мы берем соль, теперь кладем терцию наверх. То есть, чтобы это было наглядь, не укладывалось в эту аппликатуру, мы сыграем ее здесь. То есть не здесь, а вот так вот. Получается соль, си. Вот у нас большая терция. Малую мы взять не можем, потому что мы находимся в гамме соль мажор, а у него же есть фиксированная структура. Все, нарушать ее нельзя. И после этого мы берем от этой ноты еще одну терцию. Это получится малая терция, потому что большая была бы нота ми бемоль, ну или ре диез. Но она в гамму не входит, поэтому у нас получается здесь фиксированная такая штука. Это соль, си, ре. То, что мы получили, если мы сыграем это отдельно, это будет называться арпеджио аккорда соль мажор. То есть получается просто три ноты, сыгранные по очереди. Это, можно сказать, скелет аккорда. Если мы на грифе скомпонуем соль, си, ре в каком-либо месте, допустим, вот одно из таких мест традиционных, то здесь мы посмотрим, что получается. Соль, ре, соль, си, ре, соль. То есть все те же самые ноты просто взяты одним махом. Вариации, как можно взять их на грифе, естественно, огромное количество, потому что, в отличие от пианино, здесь ноты повторяются, и поэтому у нас как минимум есть пять форм, вот эти вот кейджет. Ну и можно делать, ну как бы, можно сказать, вариации разного рода. То есть можно делать такие скачки, допустим, пол аккорда взяли в одной форме, пол в другой. На тему кейджет есть отдельный видос на канале, и мажорные формы, и минорные, поэтому смотрите, там все это было расписано. Тем не менее, вот мы получили аккорд соль мажор. Просто базовая версия, без настроек, без всего. Он у нас строится на первой ступени. То есть логично, что гамма соль мажор, для нее главный аккорд, первый, именно соль мажор. То есть здесь, я думаю, что удивляться особо нечему. Поэтому, по сути, все, что мы в этой гамме сыграем, оно будет тяготеть или просто в тонику соль, или как бы еще будет так красивее и увесистей. Все, ощущение прямо завершенности. Вот мотик уехал куда-то, и, в общем, все хорошо. Отлаживает, то помните, да, это тоже мемы, что мотик уехал, отлаживает, все здорово, все спокойно, уши всех целы, и все здорово. Вот мы разрешились, получается, в аккорд первой ступени соль мажор. Теперь строим аккорд второй ступени. Берем ноту ля, и строим по нотам. Значит, берем ля, потом строим до, потому что до диез, большую терцию взять здесь нельзя. Она, опять же, в гамму, как мы помним, не входит. Поэтому берем, короче, до, и играем ля, до, и после этой до нужно построить еще одну терцию дальше. Это будет нота ми. Я специально беру таким образом, чтобы мы оставались в гамме. То есть, можно было бы, конечно, взять вот так вот. Оно было бы нагляднее, потому что так вот, эта вот терцовая как бы многоэтажность виднее. Получается, вот у нас идет ля минор. Это ля, до, ми. Видно, что две терции. Малая плюс большая. Или, допустим, на примере того же самого соль мажора, но здесь будет, наверное, не так наглядно, потому что открытая струна используется. Если сыграем, допустим, ну, давайте здесь, да. Вот, соль, си, ре. Видно прямо вот эту двухэтажную штуку. То есть, большая терция, и к ней приклеена малая. Это у нас получается мажорное трезвучие. Вот, допустим, от ля, это будет немножко мензура строить, неважно. Значит, это будет у нас минорное трезвучие. То есть, на второй ступени этой гаммы у нас строится аккорд ля минор. И всегда в ионийском ладу, то есть, сейчас мы играем, получается, в соль, ионийский натуральный мажор. Может быть, допустим, ля ионийский, может быть фа, неважно, может быть ми, там, до и так далее, и так далее. Всегда будет одинаковая структура. То есть, на первой ступени строится мажорный аккорд, на второй минорный. То есть, уже можно поиграть какую-то простейшую вещь, какой-то компанемент, типа, там. Причем, замечу интересную штуку, что, когда мы играем с дисторчном, мы все-таки не играем полноценно, да, такие здоровые аккорды. Играем обычно обрубки, квинты, типа, там. Но мозг дослушивает. То есть, здесь мы очевидно слышим, что, когда мы начали играть с соль, и взяли эту ля, она воспринимается как минор, хотя, по факту, терцию мы не взяли. Вот такой тоже интересный есть эффект. Давайте сейчас на секунду буквально прервемся. Я вам напомню важную вещь, что компания 2NOS сделала нам такой замечательный подарок. Она поддерживает музыкантов, которые мучаются в карантине, и дарит бесплатно свой плагин, замечательно, один из самых популярных, Wall of Sound. И не забудьте, что нужно успеть скачать до 30 апреля. Регистрируйтесь, и получайте в комплекте два бесплатных кабинета. Я там показываю демонстрацию, как это все выглядит. То есть, напомню, что вот в рамках Cubase плагин, пожалуйста, можете вставлять, и, соответственно, как говорится, рубка будет. Также буквально на днях я был приятно удивлен, пришло письмо, рассылка от них, что они дарят еще один кабинет, бесплатный. В этот раз, так понимаю, что басовый, раз с динамиком 15. Поэтому, в общем, как говорится, не упускайте свой шанс и качайте. Значит, идем дальше. Третья ступень. А третья ступень, у нас получается нота C. Строим терцию. Первую получается малая. Это ре нота. И дальше большая. То есть, все у нас, очевидно, получается опять минорный аккорд. То есть, на первой ступени мы сыграли мажорный аккорд, на второй минорный, на третий минорный. Теперь очень важная ступень в гамме. Это четвертая. Я имею в виду, что важно с точки зрения гармонии. Здесь у нас будет мажорный аккорд. До мажор. До миссоль. И вот этот аккорд, он называется, ну, как бы, точнее, расположение места для этого аккорда называется субдоминанта. Значит, что такое субдоминанта? То есть, заслон получается под доминантой. Потому что пятая ступень, это у нас будет доминанта. Она, скажем так, в гамме имеет такую, можно сказать, в плане гармонии самую мощную функцию, потому что она как бы разрывает это ощущение. То есть, мы играли, допустим, в соль мажоре. Было идиллия, все здорово. А когда мы берем аккорд, допустим, ре, то ощущение, типа, вау, какой-то такой поворот крутой случился. Типа, не знаю, какой-то, может, главный герой что-то такое в фильме сделал, там, необычный, что-то произошло. То есть, именно такой эффект, потому что эта нота находится далеко от тоники. И это как такой, как распутье такое получается, такой перекресток, с которым можно пойти, допустим, обратно, вернуться в тонику. Допустим, взяли ре и прям бух опять. Вау, все хорошо. Или можно, допустим, пойти вообще какого-то там в другое место совершенно. То есть, это вот аккорды тоника, субдоминанта, доминанта. Суперчастая прогрессия. Огромное количество песен, не знаю, сколько в процентах, но огромное количество построено по такому принципу. То есть, когда играется аккорд первой ступени, аккорд четвертой ступени, аккорд пятой. То есть, если мы посмотрим по нотам, почему так получается, то в аккорде ре есть три ноты. Ля, по диез и, собственно говоря, ре. Значит, когда мы берем ре, у нас нота ре уже есть в самом аккорде соль, то есть, у них получается они общие. Нота фа диез отстоит на полтона от соль и сильно в нее тяготеет. То есть, прям то, что мы-то обсуждали про лады, то, что у нас получается седьмая ступень, она тяготеет в тонику. И также в аккорде есть нота ля, которая хоть не суперсильно, но тяготеет упасть в соль. То есть, у нас получается этот аккорд, когда мы берем, возникает эффект такой прям разрываловый, типа, ну давай, пожалуйста, меня уведи куда-то. То есть, или фа диез как бы увести в соль и ля тоже увести в соль, только вниз. Или, соответственно, потяще какую-то там на другую тональность и так далее, и так далее. Это получается вот такая вот сильная функция. То есть, опять же, как там, не знаю, всякие фильмы, книги, все это стандартно работает годами. Поэтому, когда люди это нарушают, допустим, есть вот правило, да, в классике, что нельзя после доминанта брать субдоминанту. На практике видите, получается такой как бы спад, но это обычно делается для залупливания, то есть, для закольцовывания какого-то куска. То есть, допустим, когда играется на припев и в конце, типа, сыграли. И потом прошло опять рубилово. То есть, этот эффект, он получается, как будто мы возвращаем время назад, опять этот эффект, опять, и можно таким образом закольцовывать. Хотя, опять же, классический гармоний так делать нельзя. Это прям сразу два, там удары линейкой по пальцам, ломание фаланг и так далее. Поэтому, в общем, нужно учитывать, что, опять же, все решает именно художественный замысел. Когда вы это делаете специально, у вас есть там обоснование, то, пожалуйста, можно делать. Дальше у нас идет аккорд шестой ступени. Он получается от ноты ми минорный, то есть ми, соль, си. И, интересно, аккорд от седьмой ступени, то есть там у нас получается две малых терции. То есть это будет уменьшенное трезвучие. Это такой немножко аккорд аутсайдер. То есть, ну, в хитах достаточно редко встречается, чтобы у нас бухали вот такой вот аккорд. Потому что звучит он так немножко по-вампирски. И поэтому он как бы есть. По сути у нас получается в гармонии, как бы в гамме семь аккордов, но это такой, как бы немножко аккорд аутсайдер. Суперчастая, естественно, прогрессия для мажора. Это, опять же, допустим, играется первое, аккорд первой ступени. Обозначается римскими цифрами. Когда вы видите страшные такие вот вещи, когда там типа римские там один, четыре, там шесть, это все номера ступеней в гамме. То есть номера именно аккордов на этих ступенях. Допустим, мы играем аккорд первой ступени, аккорд третий. То есть что получается? Только минор, естественно. Получается... Видите, уже отдает хитом. То есть так можно строить куплет. Получается, допустим, играется, да? И какой-нибудь там, не знаю, женский вокал, мужской, типа там When I shine, baby, yeah, да-да-да-да-да-да-да-да-да. Что-то там происходит, развивается. И оно прямо вот тяготеет, допустим, к прихорусу, бриджу, так называемую, чтобы это все пошло в аккорд четыреступеней, пятой, допустим, играем. И сейчас. Вот пошла жара. То есть, опять же, это может играться так вот аккордами, это может обыгрываться каким-то обрубочками, то есть это может просто там бас, допустим. Но смысл остается такой же, то есть вы просто мыслите гармонии, а как вы эту гармонию будете уже обыгрывать, это непосредственно вопрос ранжировки. То есть вы, может, просто там на гитаре пару нот капните, допустим, возьмете то же самое суль мажор, но не весь, а сыграете. И потом, допустим, идете в тот же самый там си. И потом, то есть, то же самое, но опять же, я сейчас просто на ходу как бы тыкаю пальцами. Тем не менее, то есть я думаю, что принцип понятен, что вы можете выбирать как угодно эти аккорды обыгрывать, придумав гармонию, напев какую-то мелодию вокальную, потому что все-таки формула хита это именно гармония плюс вокальная мелодия. То есть те, кто говорят, что вот, главное, какой-то риф придумать крутейший, главное, какая-то барабанная партия. Нет, конечно, еще раз нет. Если мы берем номеровые хиты, всякие там вот Адели, Леди Гаги, Си, Рианы, Аврилавины, Парамуры, Папароучи и так далее, то есть я имею в виду, что не какие-то локальные хиты, типа там хит, не знаю, группы Мегадет, какой-то там, который просто, ну, металлисты знают, но так обычно люди не знают, а именно группа всяких там Акизды, Геолы, типа вот Кэти Перри и так далее, то есть то, что именно по всему миру мочат, это как раз именно всегда гармония плюс вокальная мелодия. Аранжировка просто, она в один или другой стиль может склонять, может, допустим, более роковая быть, может быть более какая-то попсовая, но тем не менее, все равно формула хита, если вы придумали именно сочетание гармония плюс вокальная мелодия, крутая, цепляющая, все, все остальное это просто будет лишь одежда. Вот здесь, допустим, человек, не знаю, какой-нибудь ученый, ученый может выйти на улицу, там, в адике, может выйти, не знаю, в шубе, но он все остается ученым. То же самое здесь, то есть можно по-разному хит одеть, но это все равно будет, конечно же, хит. Пользуясь случаем, хотел бы также напомнить вам, уважаемые подписчики, что в магазине PedalZoo работает специальный промокод на скидку 10% в наушнике Электрогармоникс. Так что, раз уж мы любим слушать разногитарное зарубалово, давайте, пожалуйста, слушать в наушниках от гитарного бренда. Теперь, что касается минорной гаммы и строения аккордов в ней. Значит, возьмем то же самое наш любимый ми минор, который будет параллелен соль мажору, и посмотрим. Сразу скажу, что на первой ступени, естественно, будет аккорд ми минор, то есть вот он, е-емушка. Значит, на второй ступени будет проблемный аккорд уменьшенный, фа диез. Поэтому, как часто делают, допустим, когда нужно зарубить типа по сути, ну, как бы по гармонии должно быть вот такое-такое. Но так все-таки играть обычно не будут. Поэтому, как бы, делают временно что-то типа такого дорийского лада, потому что пролетает быстро. Хотя, конечно, эта нота, она в ми минор у нас не входит. Но про разные модернизации мы еще немножко позже поговорим, как она может модернизироваться. Так вот, получается, первый аккорд ми минор, второй фа диез уменьшенный трезвучие, которое, как бы, часто может меняться просто на обычный фа диез минор. Дальше от ноты соль у нас получается, естественно, мажор, ну, то есть то, что мы уже говорили, получается параллельно. Потом от четвертой ступени, от ля у нас будет минор, то есть субдоминанта у нас минорная. Потом идет пятая ступень, си тоже будет минор. Теперь, значит, что важно. Помните, какое было торкающее ощущение, вот когда мы играли там вот первая ступень, в мажоре четвертая, пятая, и прям, ух, как хорошо. И все дело разрешается в мажор, потому что здесь полтонное тяготение, и прям наступает расслабуха. Коснательно минора здесь ситуация немножко другая, потому что если мы сыграем, допустим, там си, то он тяготеет в ми, но не так сильно, потому что у нас получается здесь нота ре отстоит на тон, и поэтому тяготение получается более жухлое, то есть самое сильное тяготение, конечно, в полтона. Поэтому для усиления тяготения эту ноту иногда поднимают до вот этой, и получается то, что, грубо говоря, мы играем минорчик. Видите, что получается, эта нота тяготеет сильнее этот ми бемоль в ми, точнее, это не ми бемоль, это получается радиез. Радиез тяготеет в ми. И таким образом, если мы сыграем саму эту гамму, то у нас получится это будет гармонический минор. Многие спрашивали после того видео, типа, почему не сказал про гармонический, потому что это не диатоника. То есть здесь у нас появляется, если мы посмотрим внимательно, то разрыв идет полтора тона. Вот он. В диатонике все движения только тон и полтона. Все, полтора тона и хроматики просто нету. Быть не может, поэтому, в общем, это не диатоника. Это уже отдельный лад из другой тусовки. Там есть и мелодические, и такие-сякие, но, в общем, тем не менее, это в диатонику не входит. Поэтому хотя бы главное звучите нормально диатонику, а потом уже можно браться за разного рода экзотику. Поэтому использовать это или не использовать, дело ваше, потому что иногда это дает слишком таким прям каким-то полублотником, полувосточным звучанием. То есть я лично не любитель, но иногда, конечно, какие-то вставки небольшие сделать можно. То есть, опять же, если мы играем, там, не знаю. Вот такие вот они, получается, тоже драматичные, реально каким-то востоком отдают. И по вкусу иногда добавить вполне можно. То есть, опять же, и того мы, получается, имеем в гамме, в миноре тоже на своих ступенях находятся свои аккорды. На первый минор, на второй уменьшен, на третий мажор и так далее, и так далее. То же самое это остается фиксировано во всех натуральных минорах, которые называются эулийский лад. То есть это может быть там си, ля, неважно, везде будет одинаковый принцип. Поэтому, заучив единожды расположение, где что находится, пожалуйста, вы можете больше не париться и это помнить всегда. Сразу скажу, когда вы пишете какую-то песню, определить с тональностью, вам нужно обязательно знать, какие аккорды там входят. Возможно, вы будете использовать не все. Может, у вас будет, допустим, как много хитов построено на трех аккордах. Вот та же самая, допустим, Риана Даймондс, когда говорят, типа там, давайте разнообразие, нужно гармонию разнообразную. В композиции Даймондс это просто мега невероятный хит, который стоит какие-то там безумные деньги, по-моему, написать, я не помню. Ну, в общем, знаки могут там в комментах написать. Это прям, ну, бесспорный, убойный хит абсолютный, там три аккорда. Хоть куплет, хоть припев, хоть все. То есть всю дорогу три аккорда. Поэтому, естественно, как бы, ну, может другие не использовать, но все-таки, начиная писать песню, крайне желательно, чтобы все остальное уже, то, что там происходит, в плане гармонии знали. Теперь, что касается надстроек к аккордам. Значит, опять же, я лично стараюсь просто вот такие вот базовые версии трезвучия не использую, звучит слишком банально. Ну, двором отдает и так далее. Поэтому, или это могут быть какие-то обрубки, то есть, допустим, когда лупим дисторш, там могут быть просто какой-то кусочек, типа там квинты или терции. Или же, как бы, это могут быть, наоборот, какие-то добавленные ступени. Значит, касательно добавленных ступеней надстроек, они бывают диатонические, то есть те, которые входят в гамму, и бывают альтерированные. То есть, ну, как бы, по-испански alterar, это изменять. Но это все опять же латынь там и так далее. Значит, допустим, берем до мажор, чтобы было наглядней, просто белые клавиши, то есть ноты до, ра, ми, фа, соль, ла, си, до. Если мы построим аккорд первой ступени, сейчас мы должны делать это уже легко, это будет аккорд, естественно, до мажор. То есть, можно даже не знаю, уже сразу сказать, что в гамме до мажор, но первая ступень аккорд до мажор. Но нужно знать его состав. То есть, это будет до, ми, соль. Это будет первая, третья и пятая ступень. Вот у нас получается обычное трезвучие. Значит, что можно добавить сюда? Самое первое, можно добавить сюда вторую ступень, она же девятая, то есть нота ре. Можно сделать это, допустим, вот здесь вот, мизинцем. По звучанию... Ну, мне чуть не строят, ладно, не важно. Мне хочется париться. Значит, видите, получается такое, опять же, мы это обсуждали, то, что вторая ступень, или девятая, дает такое немножко полетное звучание, как будто дорога уходящая вдаль, как будто такое, не знаю, там, солнышко светит в окно, преломляется через стекло и прям так немножко подслепливает. Приятно, карантина никакого нет. Все здорово, все гуляют, и так далее. Это вот... Опять же, у вас, допустим, песня может начинаться... И вокалист поет, как он там... We can fly together, вот там, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. И прочее. Вот пошла, как бы, веселая тема. Опять же, это может быть, допустим, с дисторшном, если одна гитара играет, а другая... Просто эту ступень начинает на нее давить, как бы, и обыгрывать. Опять же, вокал может, допустим, Такое же звучание создать Вы играете просто клинт, а вокал там Каким-то образом это все дело обыгрывать Дальше, четвертая ступень То есть это получается нота фа Значит мы берем Аккорд получается по настроению такой как бы Вот это кварт дает тоже такую солнечную энергию Немножко меньше грустинки, больше такого напора Типа погнали, ребята Мне кажется такие всякие аккорды любят эти вот команды Типа там блинки 182 и подобные То есть когда все весело, Калифорнии, мячики летают, пляжики Там все трясется, все-все ходят и так далее Поэтому это вот мне кажется примерно из той оперы Дальше, шестая ступень, то есть нота ля Получается аккорд С6 То есть те аккорды были первые С от 9 С добавленной с девятой ступенью И соответственно с добавленной четвертой Или же бывает называется с одиннадцатой Теперь аккорд шестой ступени С6 Такой немножко он приджазованный То есть как будто сидит пара в ресторане Там чувак управляет свой бантик Дамба управляет платье И подходит официант Типа вам какой-нибудь там Я не помню как эти вины называются Ну в общем какие-то каберне-саминьон Типа вы хотите как всегда Сзади стоит не знаю какой-то джаз-бенд И наяривает Что тут такое То есть получается тут секста Большая Она дает сразу такое вот Немножко медовое настроение Такое джазово-притерное И самая теперь важная надстройка Это седьмая ступень Почему самая важная Потому что она продолжает терцовый ход То есть мы помним да Что у нас строятся аккорды по терциям Если мы посмотрим тоже самое до мажор То у нас получается вот до ми соль И си она для до будет септимой Но для соль она будет еще одна терция Получается такое вот Нагромождение получается четырехэтажное уже И по звучанию Этот аккорд у нас будет СМХ7 То есть С с большой септимой Напомню что интервал обозначается Есть соответственно М3 Малая терция Ну как бы есть М2 2 М3 3 4 5 М6 6 И так сложилось исторически Что как бы не обозначает М7 и 7 Потому что раньше Тета септимой считалась как бы херовой Поэтому малой септимой отдали цифру 7 Как будто она такая более главная А большая просто типа Иди в задницу А потом большую тоже стали использовать Поэтому большой дали название Просто Мэйдж 7 То есть большая Дословно типа Мэйдж 7 Большая седьмая Соответственно вот по звучанию Этот аккорд У меня один из самых любимых Ну и не только у меня То есть он постоянно используется Хоть в металле Хоть в каком-нибудь Не знаю там В балладах Хоть в попсе Где угодно Потому что он получается Мажор Но с таким вот настроением Немножко полукосмическим Полумечтательным С такой грустинкой Опять же допустим Банально можно У меня была заставка раньше Кто помнит старожилы Там была какая-то рубка На зиме струнке И на заднем фоне Игралось просто типа там Просто Обычно такое арпеджио И все же типа Вау Что за заставка Где песню послушать То есть это настолько Крутой аккорд Что можно просто Сыграть его Банально арпеджио И уже сразу будет торкать Плюс к заде висит Допустим Бас И там Вот такие всякие Обыгрывания Типа Тоже думаю Все сто раз слышали Это как раз тоже Типичная ситуация Когда у нас используется Именно Большой мажорный Септаккорд Теперь что касается Настройок Которые в гамму Не входят То есть там есть Совсем страшный Допустим Можно добавить Не знаю там Вторую пониженную То есть взять до И где-нибудь найти Способ допихнуть Ну Вот Кто-то может Там такой аккорд полюбить Скажет Что-то прям такой Фаталый рор Прикольно Но лично мне Прям вообще не нравится То есть мне есть Такий настрой Который в гамму не входит Нравится только Пятая пониженная То есть тритонная Вот она конечно Симпатичная То есть допустим Опять же Ну в плане позиции Можно так вот взять Это вот те самые друиды То есть аккорд Получается с добавленной От бемоль 5 То есть добавленная Пониженная пятая ступень Напомню что пониженная Потому что у нас в основе Считается такая пятая Соль А когда мы понижаем То соответственно Вот так вот Плюс можешь настрой комбинировать То есть можешь допустим Добавить седьмую И пониженную пятую Получится вообще прям Дрим театр сразу То есть целый аккорд история Поэтому те кто обращает внимание Допустим то же самое Джейси Когда у нас аккорды встречаются У нас тоже в основном Это всегда как бы разные Аккорды с С настройками То есть такого Чтобы мы рубили Как во дворе Нет Поэтому естественно Когда нам говорят Типа вот у вас Музло простое Две квинты гоняете Ну мы просто По-отцовски так посмеиваемся И говорим Типа уважаемый А пожалуйста Анализ можешь теоретически провести Естественно Все эти новички Без слуха Без вкуса Просто сливаются Поэтому конечно Когда вы все это дело знаете Работать будет проще То есть допустим Я помню Что писал песню Время Нужно было написать Куплет просто максимально депрессивный Просто я помню Что это была Зима На улице полный жух И само то тут настроение Я помню Когда я играл У меня же прям Жена просто сказала Говорит Что ты такой играешь Такой ужас Какой депрессивный Просто кошмарный Реально Какая-то типа Вообще там Революция 17-го года Какой-то мороз Просто шинели Хлеб какой-то растопленный Валяется Там дети голодают И прочее Ну да Вот именно такая задача И стояла Примерно такого По настроению Написать Просто супер зимняя Депрессивная И опять же Когда ты знаешь Где это делается То он охотится Конечно быстрее Поэтому я вам От себя советую Тем более на карантине Есть чем заняться Поучись это дело То есть полазить по грифу Поискать настройки Пустить попроникаться То есть опять же Не то что просто там Бухнули типа А да что-то А прям старайтесь Посмаковать Брать всякие аккорды И искать Настроение Какой-то я на стриме Тоже на днях Ткнул То есть это сразу Ощущение Какого-то такого Город просыпается Небоскребы Кто-то идет на работу Какой-нибудь там И так далее То есть Ну в общем Я думаю Что же потом Это все дело В песню Разобьем Касательно арпеджио Я думаю Что все-таки Сниму потом отдельный видос Потому что это Мне кажется Получилось опять Наверное На полчаса Значит В целом Когда вы видите На грифе Хорошо все ноты Помните Как строятся аккорды Потому что аккорды Конечно нужно помнить И сразу Пусть вам говорят Типа А ну-ка Ре мажор Вы сразу типа Ре фадес ля Все То есть без шпаргала Без всяких там А сейчас Подожди А просто сразу Любой аккорд Нужно звучит Просто помнить И когда вы все это дело Видите Конечно Но особых трудностей Нет Вы можете Любой арпеджио Строить сразу То есть захотели Допустим Тот же самый Там CMH7 Да Вот этот большой Мажорный септокорд Раз Это просто получается У вас дом И соль си И построили Там Можете опуститься И дальше Вы просто уже Ищите какие-то варианты Как их там удобнее Обыграть Можете всякие Теппинги добавить Но Тем не менее Опять же Если интересно Какие-то основные Всякие формы То лайкуйте И потом Мы снимем отдельный видос Рассмотрим уже практически Какие-то основные арпеджио Какие-то пальцовки Лучше выбирать Как их лучше играть Сипом или штрихом В каких темпах И так далее И так далее Все Надеюсь, что не утомил Надеюсь, что было интересно Но в любом случае В карантине Пожалуйста Я думаю, что такие Лонгплей видосы Тоже смотреть Вполне можно Хотя это немножко Несвойственно для моего канала Если такие рубрики Тоже нравятся Опять же Пишите в комментах Лайкуйте И все В общем Учите ноты на грифе И напомню Что если у вас техника Уже более-менее неплохая Старайте писать песни Не обрубки сраные Которые у вас будут По 30 лет лежать А именно песни Был законченный продукт Потому что Напомню, что мы Все-таки брали В руки наши инструменты Для того, чтобы Делать песни Вот у нас вышел Сейчас новый альбом Уже получается Нам сколько В июле исполняется 2 года Уже 20 песен записано Сейчас карантин Спадет будем дальше Дальше, дальше, дальше И так далее Поэтому должно быть творчество Должен быть продукт Если вы занимаетесь музыкой Если вы музыкальный блогер Или просто музыкант Например, хобби То должен быть продукт Если вы просто сели Поиграли Что-то там пострекотали Это все ушло в воздух Вы просто Ну, как бы 7 минут накайфанули Допустим Никто это больше не услышал И как бы Нет продукта Поэтому все-таки Старайтесь сделать Песни законченные Или инструменталы Если, допустим, вокал не хотите Или возможности нет Но чтобы это был Законченный продукт Можно было зайти На iTunes И написать, пожалуйста Там ваше название Какого-то команды Или ваше собственное И там выскочил альбом Там треки Можно слушать Анализировать Если понравится Покупать И так далее И так далее Все, в общем Работайте над собой Практикуйтесь Улучшайтесь Пишите музыку Ведь именно для этого Мы брали в руки Наши инструменты Все Как обычно Здесь было только правда Подписывайтесь на канал До скорых встреч Всем пока